1 октября в выставочном комплексе «Экспоград-Юг» открылась 10-я юбилейная агропромышленная выставка. Гостей кубанской ярмарки встречала экспозиция нашего района «Северский курень». Посетители с удовольствием фотографировались на фоне казачьих башен, телеги с урожаем, а ростовые куклы создавали праздничное настроение для гостей выставки. В этом сезоне Северский район представили 18 участников в шести тематических кластерах, товары народных промыслов, виноделия и пивоварения, колбасные изделия и копчености, пчеловодство, овощи и фрукты, саженцы. Олег Гончаров из станицы Смоленской привез на ярмарку развивающие пазлы из дерева. Кооператив «Вкусный мир» из поселка Ильского занимается производством колбасных изделий. Предприятие ежемесячно выпускает более 4 тонн продукции высшего качества. Алымовы, Евгений и Татьяна – пчеловоды в четвертом поколении. Свою продукцию выставили под брендом «Пасека Алымова». Олег Афанасьев в станице Убинской создал спортивную агроферму «Альпинистский мед». Мы альпинисты и занимаемся сельским хозяйством, в частности пчеловодством. И вот недалеко от Убинки, под Собером, мы взяли в аренду землю и прививаем там любовь к спорту, к природе, ну и занимаемся пчеловодством. Наталья Гришкова из поселка Черноморского на своем подсобном участке выращивает вкусную и ароматную клубнику. Виталий Харченко из станицы Смоленской представил северский район в кластере виноделие и пивоварение. Частная семейная винодельня «Домик на горе» производит вино на небольшом, но современном производстве, полностью оснащенном итальянским оборудованием. «Десятая ярмарка у нас проходит, так сказать, юбилейная в этом году. То есть это большое подспорье для всех мелких фермеров КФК». Агропромышленное предприятие «Иль» второй раз представляет колбасы и мясные деликатесы на кубанской ярмарке. Продукция предприятия из поселка Ильского изготавливается из отечественного мясного сырья как по фирменной технологии, так и по ГОСТам. «Работаем давно, работаем качественно. У нас чесночная, краковская, ГОСТовский товар. Бастурма у нас самая вкусная, за нашей бастурмой всегда очередь». Кластер овощей и фрукты представили два предпринимателя. Михаил Шамаян из станицы Азовской привез на ярмарку помидоры и огурцы, выращенные в защищенном грунте. Павел Становой – яблоки, собранные в поселке Октябрьском. «В этом году хороший урожай – джанатана, семеринки, делишеса и остальные сорта тоже есть. Поэтому мы их выросли и сюда привезли». Индивидуальный предприниматель Уразова Елена занимается выращиванием саженцев декоративных культур, лаванды, хвойных растений на территории Ильского городского поселения. Есть на кубанской ярмарке и старожилы выставки. Любовь Воронина создает сувениры, подарки из дерева и фанеры. «Делаем все сами. Начиная от идей, фанеры, обзика, электроинструмент полностью весь, потом уже художественное оформление. И таким вот образом на ярмарке участвуем, сколько она есть, столько и участвуем». Иван Нистер из хутора Карского занимается пчеловодством. В его хозяйстве насчитывается около 10 сортов меда и разнообразные продукты пчеловодства. Светлана Гомаюнова создает художественные изделия из бересты и дерева и беззаветно влюблена в этот природный материал. «Кора березы – очень практичный материал. Его можно мыть. Он хранится десятилетиями. То есть и в быту используется больше ста лет. Например, в такой тюйсочек можно положить чай и даже через годах его откроешь. Если бы мне какой-то элитный чай там положили, какой-то особенный, открываете, у вас аромат сохраняется. Там не заводится ни ежечок, ни моль. То есть так прекрасно моется, все хорошо. Если он у вас упадет, кинете его, он не ломается». Более 30 лет Михаил Глушков из станицы Северской успешно занимается выращиванием саженцев винограда. В своем личном подсобном хозяйстве площадью 70 соток опробовал более 700 сортов винограда. «Конечно, спасибо всем организаторам, создателям этого, я имею в виду. Здесь у нас есть возможность пообщаться с виноградарами, поделиться новинками, что-то приобрести. Я считаю, что это, наверное, очень хорошая кубанская ярмарка. Она нам дает общение, приобретение. Так что только благодарность за эту организованную ярмарку». Агропромышленная выставка «Кубанская ярмарка» продлится до 4 октября.